Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе чаю взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепрождению за день. А мы продолжаем с тобой смотреть Аватар. Легенда об Анге. И это 15 серия третьего сезона. Соответственно, напоминаю всем, кто не следит за новостями канала. Я болею, болею, короче, плохо себя чувствую, вот, немножко. Поэтому, не знаю, реакции может получаться не такие, как обычно, а может получаются даже лучше, чем обычно. Поэтому ко мне, короче, претензий никаких быть не может, потому что я болею. Но у нас выходят 4 серии Аватара на этой неделе. 2 серии выходят у тебя сегодня на Бусти, и 2 выходят завтра на Бусти, соответственно, вот, для вас всех подписчиков Бусти. А все это благодаря поддержке Георгия Кунина, который поддерживает наш канал, соответственно, донатит, соответственно, заказывает серии. Вот, мы передаем ему привет, мы говорим ему спасибо, вот так вот, и все мы ему говорим. Что? Ничего. Вот, все ему тоже вместе говорят тоже спасибо за то, что он ускоряет выход серии Аватара. И вот здесь очень интересная тенденция, на самом деле, складывается. Казалось бы, казалось бы, у Аватара огромнейшая фанатская база. Наверное, больше половины подписчиков на канале смотрят только Аватары, ничего кроме Аватары, если возможно. Аватары Кейпоп. Ну, именно подписчиков. Кейпоп у нас смотрят просто мимо проходимцы, они даже не подписчики. Понятно, кто вы, люди, которые не подписаны. Да, мимо проходимцы. Вот, и, соответственно, вот по чародеек смотрели, да, ну, чародейки тоже хороший проект, и небольшая там довольно-таки фанатская база. Ну, такая, вроде бы и большая, но, с другой стороны, по сравнению с Аватаром тоже ощущается, что не такая большая. Ну, ты просто нас не так много посмотрела, а у чародек-то в своем случае ничего было. Ну, вот, соответственно, там поддерживали выход серии тоже донатами, чтобы серии выходили побыстрее, поактивнее, и серии там по чародейкам стали тоже выходить активнее, быстрее. Соответственно, за счет этого мы там, хватит чупа-чупся тут баловаться. Соответственно, чародейки закончились там значительно раньше за счет поддержки донатов. Вот, например, «Галактический футбол» там тоже не такая большая фанатская база, то есть его, наверное, в свое время не так много людей смотрело. И, в принципе, если посмотреть по сообществам единомышленников ВКонтакте, то там группы набирают по 3000 человек, что, в принципе, не так много, когда, в свою очередь, «Аватар» набирает по 100-200 тысяч человек. То есть «Галактического футбола» тоже фанатская база не такая большая. Но мы целый третий сезон смотрим чисто на финансовые поддержки. И ни одну серию с третьего сезона мы не посмотрели бесплатно. Насколько людям хочется, да, посмотреть, чтобы мы посмотрели, и, соответственно, поддержать нас, и чтобы серии так выходили. А у «Аватара» такая фанатская база. И за три сезона, это вроде бы, если меня не изменяет память, либо первый донат по «Аватару», да? Это первый донат по «Аватару», по-моему, да. Вы представляете, за три сезона, за сколько это, 40, 50, ну, за 50 практически 5 серий, да, за 55 серий первый донат на то, чтобы ускорить выход серий у огромнейшей фанатской базы, у огромнейшего контингента подписчиков на канале. Я вообще, конечно, вот здесь вообще в шоке. Вот до сих пор не может у меня эта информация уложиться в голове. Вот ты тоже посиди там и подумай об этом. Потому что нечего болтать на своих реакциях. Рудик, дайте посмотреть, на конце концов. Вот реально, претензии миллион, вот с вашей большой фанатской базой. Вот вы много болтаете, вот вы в углу мешаете, зачем вы паузы ставите. Может, мы вот так будем реакции снимать? Где там это? Сейчас я вам всё покажу. Вот так вот. Так я не скажу сейчас, да, сниму. Вот так вот будем. И молчать будем, нравится? Извините, конечно, по авторским правам мы не пройдём. Вот, кстати, да. Такими темпами по авторскому праву мы точно не пройдём. Соответственно, претензии есть? А вот поддержка только первый раз вот получилась. Хочешь смотреть без комментариев, включи обычный мультик. Хочешь смотреть без комментариев, включи эту реакцию, выключи. Хочешь смотреть без комментариев, нужно что сделать? Нужно выключить звук в серии просто и всё. И читать по губам персонажей. Там тебе зачем? Да, они всё равно, они наизусть знают ещё и с переводом с английским. Они знают во всех вариациях, которые могут быть. Но всё опять-таки благодаря... Четыре серии опять-таки благодаря поддержке Горгии Кунина, которая поддерживает наш канал. Вода, земля, огонь, воздух. Когда-то давно четыре народа жили в мире. Но всё изменилось, когда народ огня развязал войну. Только аватар, властелин всех четырёх стихий, мог остановить захватчиков. Но когда мир нуждался в аватаре больше всего, он исчез. Прошло сто лет, и мы с братом нашли нового аватара в магии воздуха по имени Аанг. И хотя его искусство покорения воздуха было велико, ему предстояло ещё многому научиться. Но я верила, что Аанг спасёт мир. Аватар. Легенда об Аанге. Авторы идеи Майкл Данте де Мартина и Брайан Каньевско. В предыдущем... Книга «Третий огонь». Глава пятнадцатая «Кипящая скала». Часть вторая. Выстроить их всех в ряд. Отец! Извините, я пройду. Меня начальник послал, простите. Добро пожаловать в «Кипящую скалу». Уверен, вы наслышаны об ужасах, которые здесь происходят. Но я кое-что вам скажу. Не всё тут так ужасно, если вы делаете всё, что я приказываю. Смотри мне в глаза, когда я с тобой говорю. Нет. Тебе нравятся мои ботинки? Так посмотри! Я точно знаю, кто ты. Хакода из племени воды. Такой сильный. Но не бойся. Это скоро пройдёт. Теперь смотри мне в глаза. Видишь? Вот так ты лучше. Выполняйте мои приказы. Или вы пожалеете. Вы в порядке, сэр? Нормально. Уведите заключённых с глаз долой. Губы накачал, думает, всё можно. Губи ещё отрастил свои. Прикинь, половина заключённых, которые здесь, это все бывшие «мы». Она такая расстаётся, и дядя приходит. «Дядь, меня там это бросили, короче, позади». «Мы?» «А, да, да, да. У меня «мэй» — это из галактического футбола просто. Да, она самая. «Почему тут мы?» «Вот и...» «Да, прикинь, нет, на самом деле. Было бы прикольно. Злоупотребляет, получается, полномочиями. Сейчас опять скажет, узнаёшь меня?» «Да я не знаю, вы все на одно лицо. А вот так?» «И опять с ноги». «Ну ты в этот раз-то маску сними сразу». «Слава богу, с тобой всё в порядке». «Если ты подойдёшь поближе, я покажу тебе свой порядок». «Отец, это я!» «Сока, мой сын». «Ой ты, господи. Здравствуй!» «Знаешь, Сока, ты бы лучше осторожней с этой формой. Я чуть было не ударил тебя». «Да, я с этим уже сталкивался». Ну, реально. Было, если бы ударил, даже не удивились бы, если честно. «Тебе тут удобно, Чи Ценг?» «Хочешь, чтобы я заговорил?» «Напрасно, я недоносчик». «Чи Ценг, я только спросил, удобно ли тебе?» «Ну да, вообще-то мне тут довольно удобно». «Чи Ценг, ты болтун, что ли?» «Тебе всё ещё удобно?» «Нет, я уверен, что ты и твои дружки не настолько умны, чтобы придумать план побега». «Так что ты скажешь мне?» «Кто это?» «Этот начинается. Вайп... «Бай Синксе». Как там тоже они в своих подземных катакомбах пытали всех, вот это... мозги промывали. Город просто не мог вспомнить. «Так, а где Бато? Где все остальные исторжения?» «Остальных оставили в тюрьме возле Национального дворца огня. Они поняли, что я лидер и послали сюда. Но до отъезда я встретил девушку, которая знала тебя. Ашинама, воительница». «Ты про Киоши воинов?» «Правильно». «Их лидер Зуки здесь, и она собирается бежать с нами». «Хорошо, нам пригодится любая помощь». «Ты знаешь принца Зука?» «Сына лорда огня?» «Я его не знаю, но слышал о нем». «Ну, он тоже здесь». «Это наша главная проблема». «Вообще-то, он теперь на нашей стороне». «Я знаю, я тоже...» «Сын, ты что, дурачок, что ли?» «Еще скажи, а зай вот этот на нашей стороне?» «Сам себя хочет свернуть в нашей...» «Прикинь, а зай под прикрытием такой...» «Сам сидит на троне днем, да?» «Это группа, мне кажется». «Правитель». «А вечером ходит, маску одевает этот какую-нибудь вот эту синюю». «Да, и с ними тусит такой». «Сначала удивился. После всего, что было, нам сложно доверять им». «Зука не существует». «Зука — это Азай». «Да». «Азай сначала маску сына надевает». «А это тех, как клонирование, когда они разговаривали». «Да». «Нет, это как в «Бойцовском клубе», на самом деле персонажа...» «Сейчас такие комментарии, конечно, пишут муж, наверное». «Нет, подожди. Это как в «Бойцовском клубе». «Персонажа на самом деле нет, он просто его выдумал, и это как бы его плод воображения». «Ага». «Понимаешь?» «Ага». «Ну, это, кстати, имеет место быть на самом деле. Он сына, сына убил еще в моменте спарринга, когда наказывал его. Вместо ожога он прямо ему, короче, это, четвертовал, и у него травма на всю жизнь, что он убил сына, когда пытался его проучить. И чтобы, короче, это как-то избавиться от чувства вины, он его, ну, визуализировал, оживил в голове, и начал вот за него роль отыгрывать по вечерам, в роли синей маски, что с дядюшкой Айра там он что-то делает, и Аватару помогает». «Он доказал свою преданность, и я бы никогда не нашел тебя без него». «Так, есть ли у тебя план?» «Он у нас был, но другие заключенные вмешались и все испортили». «Я не знаю, как выбраться с этого острова». «Сока, ни в одной тюрьме еще не было два гения, и одновременно». «Так давай найдем их?» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе» сука ты здесь да здесь я только что поговорил с отцом и мы с ним придумали план побега я говорил этому грязному ничтожеству что о нем думаю грязная 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 кровка да так просто грязная кровка не может быть горю грязная грязная кровка нет и так не говорю ну ладно пойдет с нами почему с вами потому что у нас приказ от начальника вот почему а можно еще 10 секунд над ним поиздеваться ладно 10 секунд такие добрые все дружелюбные новичок будет трудновато будет что вы делаете куда вы меня ведете я же не нарушал никаких правил да ладно звука мы все знаем что это ложь сейчас как пусть говорят знаешь будет дядя будет как этот малахов и он такой так скажите вы правда ее бросили а он точно вас избивал когда они сейчас буду твоим здесь сидеть он будет их допрашивать но с другой стороны если он ей разбил сердце то дядя такой ей как значит подарок на день рождения мои я конечно не знаю что тебе дарить взять честь ну тут козла нашел который те сердце разбил отыграйся на ним ну как он думаю он готов заговорить надеюсь ты успел поразмыслить о чем я тебя просил да и ты прав план побега придумал другой человек кто парень переодетый стражником только он совсем не стражник это он все организовал это он придумал план а я думал он не сдаст я думал он сейчас что-нибудь другое скажет но я надеюсь что он будет из разряда 5 серии легенды обыскатели как пацан обманул стражников говоря что стражники может он какой-нибудь другого стражника скажет это он типа переодетый а все-таки нет он такой да и вот этого запутает если так будет то будет классно делись потом планами со всеми чтобы сбежали как ты узнала что я здесь потому что хорошо тебя знаю но почему начальник тюрьмы мой дядя идиот на самом деле я тебя совсем не ты оставил мне это письмо стыдно было в глаза мне посмотреть когда бросал меня я не хотел чего не хотел дорогая мэй сожалею что ты так об этом узнаешь но я уезжаю стой здесь дело не в тебе дело в племени огня спасибо звука это меня сильно успокоило мы я не хотел обижать тебя но это необходимо чтобы спасти родину спасти он не можете сказать типа блины и вообще на самом деле не хотел уходить только из-за тебя потому что таксин тебя люблю с другой стороны она бы не не стала сюда приходить если по нее тоже не было к нему настоящих чувств типа мне кажется она как раз таки пришла потому что выяснить да ты что потому что у нее есть чувства и если бы он возможно сказал это то это бы ее и смягчила и она может как-то на ситуацию по-другому смотрела потому что сейчас пытаться объяснить это дело не в тебе вам не в народе вот это неправильно надо вот сразу чувств говорить все таки что ты ее любишь или не любишь она же на себя воспринимает она думает блин и она недостаточно для него хороша была вот он ушел или что-нибудь такое ты предал свою родину не согласен что происходит у меня нет времени если они меня тут заметят то что-нибудь заподозрит я поговорил с отцом это здорово да и мы убегаем сегодня в гондола что мы с отцом обдумали план побега мы сбежим на одной из гондол и захватим заложника чтобы подстраховаться нам не удастся сбежать на гондоле слишком много стражей отец предусмотрел это мы отвлечем их внимание и для этого мы начнем тюремный бунт хорошо предположим что все это сработает и мы сбежим на гондолах но вардан все равно обрежет тросы даже если у нас будет заложник нет если вардан будет пленником я должен идти я найду тебя до того как мы начнем бунт и ты босс хочет тебя видеть зачем я не знаю я не спрашивал может я встречусь с ним в другое время как насчет завтра он хочет тебя видеть сейчас походу все походу его запалите его в строй мне сейчас будут показывать кто из них типа переодет и стража один из вас самозванец который думал что сможет оттрачить меня на сейчас этому человеку придется не сладко слышь не сладко ну-ка давай правильно называй ну-ка на лице все написано это он вардан он самозванец что-то молодец это не я а это еще знаешь тот самый стражник который вардана небось постоянно избивал да он его избивал и вардан такой блин повод отомстить появился сейчас как сдам чтобы все думали что этого его сейчас будут пытать было близко говорю же вам что это не я побереги дыхание я знаю вы работали вместе и бросил чеценга в хулер в котором он потом сбежал это все было продумано это было просто совпадение тут хочет вас видеть кто поспел перебивать меня я посмела это честь приветствовать вас в самой лучшей тюрьме племени огня мне не сообщили что вы придете кто это это страшный который был замешан в жалкой попытке побега это был не я тихо ты вы зря тратите время это не один из них откуда вы знаете потому что я с ними знакома а может у них новый компаньон какой-то может быть может быть у них это армия увеличивается они находятся сторонников как бы да в хэдхантере там кто хочет свергнуть царя огня на всех обзванивают себе сюда почему сразу вот она так подкорню что это не даже когда они нападали на вот этот храм огня где азай должен был быть там же их много было она же тоже всех в лицо не знает короче как-то странно вот как всегда зулу приходится портит надо что-то испортить не зовите азулу эй я получил приказ выпустить всех заключенных во двор но у нас строгая изоляция а ладно пойду передам варду на что ты ответил уверен что он будет рад услышать как ты не исполняешь его приказы ими кстати не говори начальнику я просто немного удивился и я тоже удивился начальник в плохом настроении и расстроенный так если хочешь совет то лучше не спрашивать и делать то что говорят ну с другой стороны как бы тоже не хочется подставляться варду ну знаешь все готово пора начинать бунт хорошо но как нам это сделать я покажу я покажу зачем ты это сделал я же обижусь ты не разозлился я бы конечно разозлился но я учусь контролировать чувства это не сработало вам повезло что я на вас не донес но за мою щедрость нужно оплатить да ты на старт я знаю вы опять запланировали побег и я хочу с вами вообще-то мы хотим сбежать прямо сейчас но нам нужен бунт ты случайно не знаешь как его начать приятель тюремный бунт запросто бунт так впечатляет прикольно да что например в обычной тюрьме ну тяжело пистолет есть только у охранников то есть нужно грохнуть охранника чтобы забрать мне пистолет у тебя был огнестрел а в этой тюрьме у тебя всегда пистолет под рукой можно сказать ты такой делаешь вот так вот так и все и пошел стрелять во всех подряд тебе не нравятся да да правильно уходи мы тебя не сдадим там начался бунт я защищу вас мне не нужна твоя защита уверен не нужна простите но дядя приказал проследить чтобы спасены это да прям драматично да как их взгляды так вот и переплетаются пересекаются прям так трогать теперь мы все здесь сейчас нам нужно только захватить начальника тюрьмы и добраться до гандал всегда нам это сделать я не знаю всего-то начальника тюрьмы самого наверное тут опасного самым влиятельным которую защищают все вы с другой мне кажется можно даже было мы захватить по идее как эту как они же хотели пленника взять но вот мы захватить ну я предыду но мы проблематично захватить она слишком брутально дерется я бы сказал слишком у нее много боевых навыков поэтому получится ли но если бы вот это вообще гениально можно было быть мы бы объяснили всю моему это когда звука я тебя понимаю вообще его она такая давай сделаем так что я твой пленец дядя не будет на вас нападать потому что дорожит мной и все и классный мы бы такие ушли она еще бы и к нам в конце присоединилась скажи сам ты себе в это веришь это какая-то сказка да он слишком злится вроде все продумал уже сам говорил что все продумывать не обязательно может быть не все но это же очень важно и хватит ребята думаю ваша подружка позаботиться об этом ой цари она языком нету не было боли сразу пошла выполнять задание ой цари Жёстко! Причём самый влиятельный человек в башне и стоит с одним охранником только рядом. Всё. То есть его больше никто и не защищает. Хорош! Какой кадр красивый. Ревюшку хочешь? Сейчас, подожди. Дальше давай. Ты не посмеешь. Извините, Вардер, вы мой пленник сейчас. Красота. Мы захватили начало. Классно, что показывают боевые навыки и вообще способности не только главных персонажей, но и таких вот, как она, например. То, что она вот сделала, одна в соло, без помощи там звука какого-нибудь. Она просто по стенке пробежала, пару проратов перепрыгнула. И вот он перед ней прям. Нужно выбираться отсюда. Вот это девчонка. И я с тобой догоняюсь. Ещё бы. Мы почти пришли. Назад, у нас ваш босс. Пойдём. А здесь же Азула. Азула-то по-любому будет плевать на босса. Она такая, да ладно, и будет на них нападать. Типа, ей-то какая разница другого босса поставит на его место. А вы сейчас... Эй, 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 а ты чё там, ну, запрыгивай. Офигеть. Хорош. И батя сейчас такой на ушко нашептывает. Ну, это же сын Короля Огня. Может, ты его отпустишь? Может, он упадёт? Что ты наделал? Теперь они нас не остановят. Ты в этом уверен? Осталось чуть-чуть. Стойте. А это кто? Это проблема. А-а-а! Всё! Чё, всё? Это проблема. Ну, проблема, что она их увидела, но она их не переиграла и не уничтожила, понимаешь? Вот если бы она в вагоне уже сидела и такая, типа, со мной поедем. Почему мне кажется, что ты ошибаешься? В смысле? Ну, это же Азула. Если её показывают в кадре, значит, она уже что-то придумала более хитрее. Она придумала что-то более хитрее, но она не сидела в этом вагоне, понимаешь? Вообще, если бы звук отломал этот кран и они бы поехали вместе с ней, она бы такая... Блин, но если бы она сидела в вагоне, было бы круче. Да, соглашусь. Моя сестра и её подруга. А то, что они там бегут, это уже не так круто. Ну, да-да. В вагончике было бы повеселее, конечно. Сигалы. У неё реактивные рамсы. У неё, да-да-да, как тоталь спайс. Да, она та ещё шпионка. В этой встрече я очень долго ждала. Я тоже. Чё, 2 на 2? А ты куда вышел, Сока? Ну, 2 на 2, 3 на 2 уже не честно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нифига они как это скопировались. Время для отжимания не то выбрала я понимаю в день надо до 100 раз отжаться но нормально она стоит планку держит интересно реально по пропорциям просто прикольно сейчас досмотрим тоже здесь встанешь и попробуешь также сделать только чтобы ноги были подняты держите вот два деда стоит этот ну ладно тот да главный мозг там команды как бы должен там план какой-то контролировать процесс но это же будет просто типа боевая сила от него же польза никакой он еще и на хвост нам сел блин ну держи ты этого варда на вот так вот в тисках в объятиях своих и никуда не выпуская но если мы их обрежем он точно не выживет он знает это так а вардан знает что азула на крыше потому что как бы если резать провода азул тоже может померять а тогда царя огня не будет вас что его это любимая дочка вы помрет такой себе план ладно варда мне жалко они обрезают тросы я зул тагану а пока я пойду тогда пора уходить прощай зуба ей даже магом воздуха не надо быть чтоб летать вот прикинь есть отдельно была нация воздуха которая могла летать а ей даже это не надо так забавно получается она унифицировала свою способность сделала и уникальный а прикинь назад также летает они такие просто все и всем семейством блин если бы они по городу все маги огня вот этот навык обладать этим навыком обладали и все бы путешествовали типа по городу чисто летая таким своим телом они обрезают провода гондола сейчас упадет надеюсь эта штука плавает если как бы нас и так в любом случае будут обрезать чтоб мы упали предлагаю варда на прям сейчас скинуть воду шо чон лишний вес создать из-за этого еще и раньше упадем нужного скинем давайте его о что вы делаете спасаю кретина который бросил меня а я сказал она могла с вами скрешится нормально вот любовь зла полюбишь и козла смотрите кретина ее бросила она его спасает вот тоже красотка да ну как взглядом переклянитесь быстренько что она делает она че чисто че чисто одна одна всю армию сейчас положила она поплатится за это интересно конечно по-любому сейчас тюрьму сюда куда-нибудь посадят мне кажется сейчас такая едет такая блин зачем мне столько с крыши съезд спрыгнула я же могла там до конца драться ну ладно батю спасли плюс один в нашу команду давай скидывай воду туда он не нужен куда ты воду кидаем извини начальник из твоей тюрьмы официально сбежали надо было в воду в горячую воду сюда что теперь звука что ты делаешь моя сестра была на острове да и сейчас она отстала от нас так что вперед он типа так за мной наверное переживает сейчас поймем не знаю как ты сюда прилетела видишь прилетел наш здесь шар есть да она летает на дне ну одно дело два метра пролететь а другое дело целый океан блин до этого кто знает какая у нее сила там таки она сам пою чисто на перегонки выгоняла оставь нас наедине я не ожидала такого от тебя ты такую одному я не могу понять почему почему ты сделала это ты же знаешь что потом будет да люблю я его просто не так хорошо разбираешься в людях ты просчиталась я люблю звука больше чем я боюсь тебя какая какая фраза жесткая да вот любовь сильнее запугивай ты тоже она сама не поняла что сделала а просто рефлекторно такая блин руки сами потянуть она сейчас скажет я мэй люблю больше чем боюсь тебя мэй моя подружка давай нужно выбираться отсюда это это что за тараканы тут набежать что они сделал двум профессиональным они же вообще лютейшие убийцы они наравне с наверно со всеми дерутся вот ну и может проиграют а так сами они очень сильные сейчас они все прибежали сейчас они всех накостыляют и дальше уедут и все вообще вот это конечно сцена мощная а ты давай лежи лежи и грязь жуй давай быстро вы обе дуры ты вот одна топ-нур лежит что нам с ними делать вы зачем сдались заприте их такое место где я их никогда больше не увижу и пусть они сгниют не но это они сдались по-любому если до этого моя одна у всех уложила практически а тут вместе и стояли они бы вообще вдвоем раскидали они живой обе жесткий мне кажется скидали бы уехали что-то как-то они это пассивно сдались как-то вот нереалистично жесткая сцена вы прилетели в этой штуке что случилось мы типа его сломали похоже вы отлично порыбачили да привезли но кое-что получше это дружбу и отцовство я новенький как дела ребята отец привет почему ты здесь что произошло куда вы ездили мы вроде как проведали тюрьму племени огня так значит вы ребят не привезли никакого мяса до какого меня как это тут минимум минимум смотри батя килограмм 80 весит это носку канале на килограмм 50 это уже 130 ну и этот у нас друг алю килограмм на 100 вытягивает 230 килограмм мяса привезли не без не привезли на целый год хватит при желании блин какая офигенная серия да это прям вообще крутая крутая мы вообще пушка вот эти вот любовные взаимоотношения они очень круто показаны с одной стороны ты думаешь что вот такое все токсичность другой стороны видишь что все равно любят по несмотря на холод так какую-то токсичность вот в них все равно доброта чувствуется особенно в той ли она же такая миленькая переживал такая за мой классно да вот и соответственно вот эта сцена она была очень сильно на самом деле прям люблю звука сильнее чем боюсь тебя на то что ее две подружки предали которые она взяла сделала свою мини-армию это вообще когда или заставил в цирке выступать с этим стрюком который с огнем и юки классно как бы надзиратели тюрьмы схватила как она эпично все это по пропрыгала связал блин ночи крутая серия прям вот ну ничего сказать даже придраться не к чему как бы ему надеюсь наш дуболом который мы из тюрьмы спасли все-таки пользу какую-то определенную перенесет нам дальнейшем ей за может у него есть связи какие-то может у него есть еще кто и не любит там народ огня когда нам поможет как-нибудь или самым по себе может сильнее короче вот к нему пока что вопросики вопросики есть а все остальное как бы классно не очень понравилось спасибо за просмотр обязательно поддержи канал подписывайся ставь лайк оставляй комментарии пиши как те серии как те реакции залетай в телеграмму с там общение анонса подписывайся на бустер они доступа эксклюзивы заказ серии и увидим с тобой в следующих сериях всем пока пока пока